Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Главное». Сегодня ввиду я, Нина Демогла. Сегодняшний гость нашей студии, депутат парламента, член фракции блока коммунистов и социалистов Богдан Цирдия. Господин Цирдия, здравствуйте. Добро пожаловать. И также правозащитник, расследователь Павел Григорчук. Господин Григорчук, здравствуйте. Спасибо за то, что приняли приглашение и стали гостем нашего эфира. Мы этот эфир хотели на эту тему провести довольно-таки давно, потому что накануне, мы все знаем, вся Молдова была шокирована случаем в Бельцах. Я напомню тем, кто может быть не в курсе, что буквально 26 июня в одном из заведений города Бельц произошли определенные драки. В Бельцах произошло две драки, и в одной из них пострадавший был муниципальный советник, член фракции партии социалистов в Бельцах Максим Марошан. Я хотела бы процитировать то, что пишут некоторые телеграм-каналы. Очень коротко о произошедшем освежить информацию. Значит, 26 июня в одном из заведений города Бельцы прошло две драки. Первая произошла примерно в 18.00. С 18.00 до 19.00 четверо граждан спортивного телосложения, вытащив из машины, напали на мужчину, который знаком с Марошаном, пострадавший в данном эпизоде. И на данный момент, скорее всего, до сих пор находится в реанимации, дай бог ему здоровья. Это уже мы добавляем. Значит, ночью того же дня Марошан с Дмитрием Гологодц прибыли на место происшествия для того, чтобы перепарковать автомобиль пострадавшего в первом эпизоде. В определенный момент к ним за стол подсели те же самые нападавшие, молодые люди спортивного телосложения. А спустя несколько минут случилось нападение, в которое пострадал и сам муниципальный советник Максим Марошан. Те же источники сообщают о многочисленных угрозах, поступивших на протяжении последних 7 месяцев в адрес Марошана. В партии социалистов считают, что это месть за разоблачение огромного количества незаконных схем в муниципальном совете. Наши телезрители знают самого Максима Марошана, как человека с такой активной гражданской позиции, как депутата северной столицы. И всем было, конечно же, удивительно. И многие граждане нашей страны были шокированы тем, что если можно в общественном месте напасть, да, и может, так скажем, стать жертвой агрессии муниципальный советник и депутат, то что тогда делать нам, простым гражданам? Поэтому нам было важно в этом случае разобраться. И наша редакция принципиально не хотела приглашать в эту студию господина Марошана, потому что мнений очень много. И мы решили, что... Я сегодня также озвучу некоторые мнения. Мы решили, что пригласим в эту студию человека, который провел независимое расследование. И, на мой взгляд, этого человека сложно обвинить в пристрастности или в ангажированности. Вот Павел Григорчук, да, я смотрела ваше видеорасследование, я также слушала и господина Григоришина, его мнение, слышала мнение Рината Усатова. И ваше мнение, ваше расследование мне показалось более глубоким, более таким, так скажем, вы вникли во все детали, вы не поленились, поехали в Бельце, вы были в Примарии и так далее. Я слушала несколько раз ваше видеообращение. Давайте потом, может быть, господин Цирдя тоже добавим, потому что там и партия социалистов, во всех этих разбирательствах она упоминается. Но мне хотелось больше бы тут услышать по поводу той ситуации независимое мнение. И с вами, господин Цирдя, мы поговорим обсудимую политическую ситуацию в стране. Итак, господин Григорчук, произошел этот инцидент, о котором я сейчас рассказала. Вы знаете, одна сторона, вот вчера я слушала и господина Григоришина, его нельзя уличить, он является тоже оппонентом господина Марошана. И он, в принципе, во всем этом видит какой-то политический заказ и политическую подоплеку. Но я также слышала и мнение самого Рената Усатова, который сказал, что это просто какие-то были разборки между людьми, которые очень хорошо друг друга знают. И ничего общего с коррупционной составляющей, с политикой этот инцидент не имеет. Давайте вы нам расскажете то, как вы знаете видеть эту ситуацию. Смотрите, ну, во-первых, расследование еще продолжается, потому что там выявились очень интересные связи, на мой взгляд, интересные связи с силовыми структурами. И я очень рад, что кроме того, что мы как гражданские активисты, как расследователи занимаемся, ну, обратили внимание на этот инцидент, на мой взгляд, очень важный. Этим инцидентом также занимаются и компетентные органы Кишиневские. Я хочу подчеркнуть, потому что в Бельцах, к сожалению, силовые структуры, они, это, кстати, очень плохая тенденция во многих регионах Молдовы. Это, несмотря на то, что страна очень маленькая, но иной раз за 30 километров от Кишинева там уже просто какое-то особое царство, особое королевство со своими какими-то местными царками, которые подчиняют себе силовые структуры. Хотя они должны быть подчинены закону. И почему этот инцидент, на мой взгляд, важный? Единственное, хочу уточнить, что я не был в примарии. Я действительно ездил в Бельцах, посещал некоторые судебные заседания и так далее, но в примарии я не был. Вы разговаривали, что вы разговаривали с работниками некоторыми. С работниками, да. Я говорил с людьми, которые находятся в окружении Рината Усатова. В том числе это работники мэрии, которые являются активистами нашей партии Рината Усатова и которые являются также работниками примарии. Прежде всего я хочу отметить, что, на мой взгляд, результаты вот этого инцидента, вот этой череды драк, они являются вопиющими. Потому что, в принципе, вот эти два видео, которые были опубликованы, еще Максимом Марошаном незадолго до его ареста, они проясняют ситуацию, если вглядеться и указать роли всех людей, которые фигурируют на этих видео. На первом видео, я напомню, там четверо человек избивают господина Арсения Александра, который действительно является знакомым, Максимом Марошаном, они там друзья-коллеги, как вы об этом заявили ранее. Ну, там на видео видно, в принципе, в телеграме без какого-то монтажа, видно вся вот эта жестокость, агрессия, ногами избивают, там досталось и девушке, которая является супругой, по сути, у Арсения. И, да, он был доставлен позже в реанимацию, в тот же день. То есть его жестоко избили. Четверо человек, это бывшие спортсмены, это бывшие боксеры, там и так далее. И вообще, вот эта бокс-команда, которая напала вначале на Арсения, а потом уже и на Марошана, его коллегу Гологодца, как оказалось, после вот моего выступления в интернете, который прояснил ситуацию, как оказалось, они занимаются преступной деятельностью по выбиванию денег от разных предпринимателей, в основном это фермеры, там и так далее. Об этом я расскажу еще немного ниже. В тот же день, по моей информации, Марошан был вначале в больнице, его там попросила супруга избитого, значит, забрать автомобиль, который находился в центре Бельц. То есть первое избиение было в Средьбелодня, в самом центре Бельц. Группа людей избила жителя Бельц. Он доставлен в реанимацию. Когда Марошан вместе с Гологодцем приезжают на эту парковку рядом с кафе в центре Бельц, чтобы забрать потом этот автомобиль, они решили там выпить кофе. И вот я единственное, что также хочу отметить, я ошибся, когда сказал, что они подсели, Марошан с Гологодцем подсели к этим агрессорам, к этим отморозкам. На самом деле, это они пили кофе, и это подсели к ним вот эти агрессоры. То есть они находились все это время на свободе. Прошло несколько часов, там больше пяти часов с момента первого избиения. Многие, может быть, не знают. Хочу рассказать, что когда какого-то человека избивают, и он попадает в больницу, то врачи оперативно сообщают, у них инструкция такая, они обязаны сообщить о том, что кто-либо избит. Компетентные органы, и органы должны, соответственно, начать регистрацию, расследование, оперативную деятельность, там и так далее. Ничего не было произведено. Эти агрессоры, эти нападавшие, они продолжали оставаться в центре Бельц, в том же кафе, и они ни от кого не убегали. Ни от кого. И, кстати, сегодня они тоже практически все на свободе, там только один персонаж еще пока находится под арестом. Что говорит нам о многих, проясняет нам ситуация, о том, какая у нас юстиция, к сожалению, в нашей стране. И дальше мы видим другой инцидент уже, который проходит, ну, видео в кафе, где также эти четыре гориллы нападают уже вначале на Гологодца. Сам Максим при этом пытается разнять. Он пытался разнять, да. Да, пытался разнять эту драку начинающуюся. То есть, там вначале мы видим, судя по видео, там какие-то разговоры на повышенных тонах. Ну, понятно, потому что, как я понял, я пытался понять вообще причину. Потому что мы из видео видим, кто нападал, мы видим, кто пострадал. Хотя почему-то это мы видим, а следователи прокурора иначе представили картину. Имя дубельских следователей и прокуроров. И в итоге, ну, там, это видео длится несколько секунд, но мы видим, что Марашан пытается утихомерить, значит, эту ситуацию. Пытается, чтобы пресечь эту драку. Ну, драка разворачивается, нападает в том числе и на него самого. Но гологоц Дмитрий, это коллега Марашана, они там в одной партии, они там члены одной команды. Ну, также он известен в спортивных кругах, он многократный... Тринадцатикратный чемпион Молдова. Да, тузер Молдова, выступал на международных соревнованиях по боксу и так далее. То есть человек, который, ну, известен широко как выдающийся спортсмен, и он известен, и его родственники, которые тоже имеют отношение к спорту. Ну, и, соответственно, он, когда на него напали несколько вот этих горилл, он одного из них отправил в нокдаун, защищаясь. И здесь очень интересно, как некоторые политические оппоненты Марашана и гологоца пытаются представить вот это второе видео. И даже первое, кстати, где избивают их коллегу, их друга, они пытались представить, что это якобы сам, чуть ли не сам Марашан избивает, что это они начали драку. Ну, знаете, я понимаю, что в Бельцах есть какая-то политическая борьба, что они там все являются политическими оппонентами, там есть какой-то накал страстей. Но я не понимаю, когда люди, которые говорят, что сила в правде, и когда есть очевидное видео, то есть они избрали для себя лозунг того, что они, слоган такой, что они, девиз по жизни, можно сказать, что они такие правдоробы. И при этом они переворачиваются все с ног на голову, то, что видно, ну, очевидным образом, да. При этом почему-то им вторят бельские следователи МВД и прокуроры, потому что мы видим, что одного человека жестоко избили, он там действительно лежал в больнице, в реанимации. По моей информации, он уже выкарабкался, уже не находится в больнице, но, тем не менее, очевидно, что он пострадал, потому что, ну, там на видео видно, как четыре амбала его просто избивают, там, в том числе и ногами. Я извиняюсь, что забрал, может быть, много времени, но эту ситуацию нужно проговорить, потому что мы видим, как, с одной стороны, политические оппоненты смеются над тем, как избивают их, там, конкурентов и так далее. Мы видим, что с ними совершенно несправедливо поступают органы юстиции, которые должны разобраться в ситуации, наказать виновных и реабилитировать права пострадавших. Ну, для этого существует у нас правоохранительная система, органы юстиции и так далее. В результате мы видим, что на кого напали, на Мадашина и на Гологодца, на них там возбуждают уголовное дело и вначале задерживают на 72 часа, потом суд первой инстанции выносит им арест на 30 дней, 9 дней они находились под арестом. Благо, потом апелляционный суд отменил это решение и не были освобождены, но они находились под арестом. А при этом нападавшие, вот эти гориллы, которые являются членами преступной группировки, они оставались на свободе. Потом, правда, там они сдались, потом их... Сегодня вот они все уже на свободе, только один из них еще пока находится под арестом. И это при том, что когда я опубликовал вот это свое видео о совершенно вопиющей ситуации, мне начали поступать жалобы на этих нападавших. Оказывается, эти люди имеют, кроме того, что они занимаются такого рода разборками в стиле 90-х годов, нападают на инакомыслящих и так далее, они занимаются политическим наемничеством. И господин Григоришин, я рад, что он говорит о том, что здесь есть политический заказ. Действительно так, я тоже смотрел это его видео. Но в то же время он почему-то не говорил, что он прибегал, скажем так, к услугам, в том числе политическим, вот к этим нападавшим. И не только он, и Рината Усатый имел также к ним отношение, и в том числе Ирина Федоровна Влах, не так давно она приезжала в Бельце на публичное мероприятие, так вот, ее сопровождали вот эти нападавшие. То есть эти люди, они кроме того, что занимаются криминальным преступными действиями, о которых я сейчас расскажу, они пытаются иметь какие-то отношения с разного рода политиками. И в этом случае, и это вызывает, конечно, сожаление. Теперь я хочу рассказать... То есть это не аполитичные люди? Это криминальные люди. Криминальные. Эти люди криминальные. Смотрите, был такой персонаж в свое время в Бельцах, как господин Витюк. Он в свое время был в партии коммунистов, потом он с мандатом от ПКРМ перебежал в Демпартию, потом он был у Шора, потом он дал показания на Шора и на Таубер, и что было, и что нет. И он сегодня не находится в стране. Ну, по-разному. Сбежал. Да, сбежал, можно так сказать. Но еще со времен ПКРМ господин Витюк выстроил, еще когда ПКРМ было у власти, выстроил такую систему лояльности, систему... Потому что там в Бельцах есть и офис Печекокса, и офис прокуратуры антикоррупции, есть разные силовые структуры. Так вот, он, обладая связями в разных кабинетах, выстроил такую систему, благодаря которой он подчинял себе, вначале при Воронине, потом при Плохотнике, подчинял себе каких-то предпринимателей, решал какие-то вопросы и так далее. Сегодня его в стране нет, а есть его, скажем так, человек, господин Чауш Николай, который общается с Рената Усаатом, близкий к нему, который курирует вот эту группировку спортсменов. Вот эта группировка спортсменов, они занимаются тем, что они вымогают деньги у предпринимателей, при этом предприниматели, когда обращаются в компетентные органы на то, чтобы этих вымогателей привлекли к ответственности, то в итоге пишут заявление господин Чауш, и вот эти нападавшие на Марошана и на Арсения и на Гологодца, они же там становятся свидетелями против этих предпринимателей. И это целая серия, и я могу вам прямо здесь показать в прямом эфире чаты людей, которые мне писали и жаловались на этих людей, как эти люди сжигали автомобили, либо у тех, кто мне написал, либо у их родственников, и избивали, буквально там несколько месяцев назад избили человека до смерти, до смерти избили. И это вот эти же персонажи. Это как, получается, как туцу при Плохотнике, что ли? Вот, кстати, это очень интересно, действительно, есть некоторые схожести. Вот, действительно, у Плохотнюка был Цуцу, был Дамир, который курировал вот этих спортсменов. Да, да, и постоянно и убивали людей, и постоянно все проходило без наказа. И до сих пор проходит без наказа. Хорошо, за этими людьми сейчас кто в Бельсах стоит? Вот Витюка нет, кто усатый курирует? Значит, господин Чауш Николай, который, кстати, то ли 26 июня, когда произошел этот инцидент, то ли 27, я еще проверяю эту информацию, он сточался с господином усатым. То есть они, ну, люди знакомые. Усатый утверждает, что, вот мне очень интересна его позиция, что эти люди друг друга знают, ну, может, они друг друга знают, Бельс не такой большой. Это большой город по-молдавски меркам, но, в принципе, там многие друг друга знают. У нас вообще в Молдове многие друг друга знают, да? Может быть, они там, кто-то еще по спорту знакомый и так далее. Это еще ничего не значит. Речь идет о том, есть ли заказ, почему очень странным образом работает прокуратура и органы следствия. Ну, потому что здесь явно должны были наказать вот этих беспредельщиков, их давно уже должны, еще до того, как они сбили Арсения Марошана, должны были наказать еще за огромное количество эпизодов. Ну, они там, самое страшное, что у них было, это условные сроки. Самое страшное. Это несмотря на то, что у них подожженные машины, убийства и вот эта безнаказанность, которую покрывают, к сожалению, там, есть такой вот кум этого Чауша Николая, Жадавяну, его фамилия. Жадавяну, он возглавляет шестое дело в комиссариате полиции Бельс. Вот это один из тех, кто осуществляет, что называется, крышу. Вот мне очень жаль, что мы вернулись в такой ситуации, когда должны вспоминать такие жаргонные выражения с 90-х годов, как крыша, но, к сожалению, это приходится делать. И господин Усатый говорит, что он все это связывает, что они все друг друга знают, что это все, он к этому якобы не причастен. И при этом он постоянно упоминает фамилию Карамалака. Вот это мне больше всего интересно, потому что после того, как господин Ренат побывал на свадьбе у Дамира, у дочери Дамира, про которую мы уже сегодня вспоминаем. Ну, я смотрела там, как он с голубцами танцует, очень радостно. Я упомянул, потому что, знаете, я вспоминаю, как один из людей, который был в партии у Рената Усатого, еще в 2014 году у него проводили обыски. И проводили обыски из группы прокуроров, которые возглавлял Виорел Мораль, еще один персонаж. А Виорел Мораль является кумом Дарина Дамира. Ну, они детей друг друга кристили там и так далее. И когда они проводили обыски у его активиста партии, то его беременная жена потеряла ребенка. Ну, потому что это были не просто обыски, это были маски-шоу, спецназ, фулджер там и так далее. Ну, женщина перенервничала. И, к сожалению, она потеряла ребенка. Мужа там держали под арестом несколько месяцев. То есть у него в партии были люди, были, ключевое слово, которые пострадали от этих домиров, пострадали от этих плохишей. И здесь Сережа Косован, можно также его упомянуть, которого просто потерял жизнь, отдал жизнь, по сути. Когда он болел циррозом печени, его держали там в подвалах специальных и так далее. Про которого сегодня, к сожалению, усатый вообще забыл и про его семью и так далее. Ну, бог ему судья. И в итоге мы теперь видим, как Ренат танцует на свадьбе у Дамира. Ну, лично для меня, ну, не у Дамира, а для его дочери. Ну, лично у меня, не только у меня, у многих людей, которые в десятые годы боролись с режимом Плохотнюка, в том числе внутри, которые были в партии у Рената Усатова. Они, конечно, возмущены этим делом. Ну, мы отошли сейчас. Господин Игорь Горчук, да, чтобы господин Цирди не скучал, давайте мы вот на этом моменте остановимся. И просто, вот вы мне скажите, это политическая подоплека? Здесь совершенно очевидно политическая подоплека. Когда людей незаконно закрывают, незаконно закрывают. И когда их до этого избивают, при этом их политические конкуренты смеются над этим. издеваются, это при том, что эти люди не могут ответить. Одно дело, когда легко вести там, ну, и нормально вести какие-то политические бои с конкурентом, которые могут тебе ответить в дискуссии, в интернете. А когда человек находится под арестом, на которого напали, друга которого избили до этого зверски, при этом эти гориллы остаются на свободе. Избление было ответкой, да. А эти члены команды, ну, как минимум, издеваются, смеются в интернете и так далее. Это, конечно, вызывает. Причем члены команды Усатого, которые работают в премарии, и которые было бы правильным, чтобы они вообще озаботились тем, что происходит в Бельцах, когда среди бела дня избивают людей. Потому что, как оказалось, и марошаны, и гологорцы, это не первые, на кого нападают эти беспредельщики. Оказывается, там уже и убитые есть, и пострадавшие предприниматели, и так далее, и так далее. И все это под крышей ментозавров, с которыми тот же Усатый пьет чай, Чауш Николаев является кумом с этим же Галяном, и так далее. Я поняла. По вашей информации, это политическая подоплека, за которой стоит Ринат Усатый. Мы разобьем эту тему. Я читала очень много, господин Григорьевич, секунду, чтобы я не забыла, просто я читала очень много комментариев тоже, публикаций и так далее. В социальных сетях опубликовали после этого случая встречу Рещина и Петкова. И там есть некоторые моменты, что из общения невербально Петков показал Рещину, да, там, жест, который напоминал решетку. Вот я не могу понять, очень бурное обсуждение в социальных сетях насчет этого. Вот скажите мне на ваш взгляд, это немного драматизировано? Петков имел отношение к этому, на ваш взгляд, или нет? Вот здесь я не могу сказать, имел ли Петков отношение, честно. Но меня другой вопрос волнует, потому что Александр Петков когда-то вместе со мной, с Григорием Петренко, с другими, там, Алексей Тулбуре, Анна Усаки и так далее, мы протестовали на Болгарской у дома олигарха Плохотнюка в августе, в июле-августе 2015 года, вот в ходе 10 лет было, практически 9 лет было этим событием. И тогда и спортсмены Домира, вот эти беспредельщики, нападали, в том числе на нас, в том числе на Петкова, кстати, и сотрудники Аргуса, которым официально руководил брат Домира, ну, Домир все равно был главный куратор в этой истории. Сегодня он как-то вот спокойно смотрит на то, что его портогеносы танцуют на свадьбе, с голубцами на свадьбе у дочки Домира, во всяком случае я не видел какого-то либо осуждения. А что касается встречи с Ричаном, ну, в принципе, это нормально, когда мэр встречается с премьер-министром, просто я помню, читал на Омеге, Петков писал, что он обвинял Ричана, что он продал базу сотрудников МВД, будучи министром внутренних дел, когда Ричан был министром внутренних дел, продал пренестровским органам каким-то там, да, за какие-то, может, это он имел в виду, показывал. Я не знаю. Тем не менее, они, ну, в один милой беседе. Господин Григорьчук, я тут вас прерву и хочу пару вопросов задать господину Церди, хотя, в принципе, на эту тему хочу больше сегодня обсудить. Я единственное, что еще хотел, я понимаю, что я отбираю очень много времени, но вот последние 30 секунд, если можно, на мой взгляд, это очень важно. И почему говорю, что еще расследование продолжается, потому что в контексте Рината Усатова и его отношения с Дамиром Плохотнюком появляется очень много новых подробностей. И вот Ринат говорит, что он упоминает там имя Карамалака, там, что это преступный авторитет и так далее, там, связывает их с политиками. Ну, по моей информации, из того, что я сегодня владею, ну, я обычно не раскрываю эти истории, но для затравки, для будущего, это будет интересно. Сам Ринат, ну, это, кстати, общеизвестно, он общался с Карамалаком, это общеизвестно. Есть фотография, которую сам Ринат в свое время опубликовал, но мне известно... Ну, вот Церди ее опубликовал, и хотелось бы сделать это. Ну, это давно, то есть это еще лет 10 назад, на эту фотографию, там, Ринат ее сам опубликовал. Но самое интересное, что мне известно, это, во-первых, что Ринат купил дом рядом с домом Карамалака, там, где-то в Подмосковье, я не знаю, где там это находится, да, и он к нему относился с пиететом, называл его дядей Гришей, утром выгуливал его собак, то есть вот такого рода. Рината Усатый выгуливал собак Карамалака? Да, да. И есть... Ну, самое интересное, это уже, ладно, там, пусть подтвердит или опровергнет Рината Усатый, потому что он, получается, с одними вначале дружит. Так он, подождите, он человек Карамалака Усатый тогда, или человек Плохотнюка, потому что он с голубцами танцует под Мира, а собак Карамалака выгуливает, как это понимают тогда? Я так понимаю, что там случился какой-то конфликт, о каком именно конфликте, наверное, и что там случилось, будет правильнее, чтобы высказался сам Карамалак, сам Усатый и так далее. Но у меня есть, ну, неправильно будет сказать, у меня есть, я слышал запись разговора Плохотнюка и Усатого. Эта запись есть у офицеров, то есть это в рамках следствия, которые были подняты. Усатый общался с Плохотнюком очень долго по разным вопросам, и в том числе он упоминает некоего Котовского, имея в виду Карамалака, и спрашивает, почему не решается вопрос Котовского в Молдове. Мне кажется, эта запись была в СМИ где-то. Кстати, там фрагменты были, смотрите, там были фрагменты Сарди Кура, вот это знаменито, потому что и Ренат записывал Плохотнюка, и Плохотнюк записывал Рената, там друг друга все записывали, и он вот из фрагмента с того разговора, то, что касается Сарди Кура, это вот Ренат публиковал. Но и Плохотнюк, оказывается, его тоже записывал, и эти записи были там в офисе Демпартии, где они там были потом подняты, и они есть, ну, пока нет в широком доступе, но это правда. Если сила в правде, то пусть Ренат это подтвердит или опровергнет. Это во-первых. А во-вторых, очень странно, что Ренат пытается абстрагироваться от этой ситуации, потому что связь с Чаушем Николаем есть, у Чауша Николая связь с этими беспредельщиками есть. Беспредельщики остаются безнаказанными, никого почему-то в Бельцах из Примарии и так далее, из команды Усатого не волнует о том, что существует такая группировка, их почему-то это устраивает. И вот я в своем видео упоминал, что, может быть, я не знаю, заразился Плохотнюковщиной на свадьбе у Дамира, потому что вы правильно говорите, вот у Дамира понятно, у него был ЦУЦУ, у него там были спортсмены, и они там работали на Плохотнюка и так далее. Мы видели слезы матерей, сыновей, которых убили, уничтожили, и сегодня они уделяют на свободе. И вот сейчас мы видим то же самое. В наши хорошие времена, реформированной юстиции и так далее, ничего не поменялось. Ну, давайте честно, у меня какой-то диссонанс, господин Григорьевич, я хочу вот понять, Порошан, Гологодс, Карамалак, собаки, Усатые и так далее. То есть вы что, как мы тогда видим ситуацию, которая произошла в Бельцах? Это политический шаг? Ну, это, безусловно, политический шаг, заказ со стороны ряда политиков с использованием правоохранительных органов против своих политических конкурентов. Во всяком случае, никто из работников мэри, там, тот же господин Петков, мэр и так далее, они не озаботились тем, что происходят эти случаи, избили советников. Так мало того, что советников до этого граждан Бельц уже неоднократно эта группировка избивает, и всем как бы все нормально. Я хочу до выхода до рекламы. Конечно, тут не хватает господина Григоришина, я не смогла до него дозвониться, и справедливости, объективности ради я хочу озвучить мнение Рината Усатова, который сказал, что они, он никакого отношения не имеет, он настаивает на том, что это внутренние разборки, он обвиняет вас, господин Сырдя, вашу партию, не вас, а вы не являетесь членом партии, но ваших товарищей, партию социалистов, в том, что, и говорит о том, что советуют, что им не надо было брать фракцию Максима Марошана, и они опровергают обвинения партии социалистов, в причастности, Рината Усатова, к драке, за которой задержали мунсоветника от партии социалистов, Максима Марошана, и тут, собственно, и сам Усатый делал определенные заявления, и все-таки он настаивает на том, что тут нет ничего политического, что это просто разборки между товарищами. Вот вы как видите ситуацию? Если очень коротко, я понимаю, что Марошан – это ваш товарищ, поэтому... Давайте попытаемся так, вот политический момент. Первое было обвинение со стороны Марошана в адрес Усатого. Это первое, когда его арестовали. Его арестовали, он сказал спросить у Петкова и Усатого. Спросить у Петкова и Усатого. Это первое. Это уже политический момент. Человек, не знаю, по правде, не по правде, по справедливости, нет, но он обвиняет своего политического оппонента. Давайте я скажу другую. Потом партия социалистов обвинила господина Усатого. Что было дальше? Дальше, понимаете, самое интересное. Дальше появилось такое истеричное заявление нашей партии, в которой, будь бы я у них, ну не знаю, спичрайтером или еще каким-то политологом, я бы написал, да, с недоумением, допустим, узнали о том, что господин Марошан обвиняет нас в каких-то там избиениях, проблемах и так далее. Мы, да, требуем от полиции, от органов разобраться с этим. Это ненормально, когда нападают на монсоветников от оппозиции и так далее, да, считаем, что это беспредел, это еще одно проявление авторитарного стиля и режима, да, Майса. Если бы они выдали вот такое заявление, так тут бы придраться было не к чему, да, и тогда получилось бы, что Марошан просто из личной мести обвиняет, не по, ну как вам сказать, вообще не в Майс, как говорят, своего оппонента. А какое заявление было на самом деле у нашей партии? Вот я вам так по памяти наброшу пару он сам согласился сделать одного из людей Карамалака лидером партии социалистов в Ельцах, и он должен был понять, что такие ситуации были их образом жизни. Я их цитирую. Не-не-не, и дальше, стойте, еще серьезнее, дальше он говорит, он неоднократно, внимание, был замешан в драках и потасовках, вот этот момент, это была ключевая ошибка в этой декларации, и два, он был замешан там, не знаю, в наркодилерстве и туда-сюда. Мне тогда, и более того, это солдат Карамалака. Вот эти три тезисы, они были ошибочными. Почему? Потому что на их основании можно заподозрить, что это была определенная подстава и господин Ринат Адерлович, наверное, можно заподозрить, где-то был в курсе всего этого. Потому что он, на него, во-первых, подали в суд за эти голосовные обвинения по наркодилерству. Это раз. Два, когда он говорит, что Марошан был замешан в драках, у Марошану нет одного штрафа в жизни даже за парковку, понимаете? За превышение скорости нет штрафа, не то, что за драки. Никогда не участвовал в драках. Это в отличие от господина многоуважаемого Рината Георгиевича, которого господин Горбунцов, Герман Горбунцов, я был на комиссии по ландрамату. Мы приглашали Германа Горбунцова, этого банкира, владельца универсал-банка, который обвинил Усатого в организации покушения на него в Лондоне через господина Проку. Понимаете? Это раз-два. Господин Усатый сегодня находится под уголовным преследованием в Российской Федерации. Понимаете? За организацию преступного сообщества. Он, кажется, заочно осужден. Заочно осужден, по-моему, да? Мне кажется, да. Возможно. По крайней мере, он был там за организацию, за ландромат, когда эти 22 миллиарда долларов через российскую банковскую систему, через Молдову и так далее отмыли. То есть именно вокруг как вам сказать Рината Георгиевича скажем так вот витают разные подозрения обвинения и уголовные в том числе обвинения в таких вещах, которые связаны еще раз повторюсь и с избиением и с убийствами и с отмыванием денег и с чем угодно. Про Марошана такое сказать ну, ребята, вы чуть погорячились. Это первый момент. То есть это была ошибка, когда они сделали такое заявление. Более того, вот из того, что рассказывает господин Григорьчук, понятно, мы видим здесь связки, что вот есть примар, который встречается в один день с господином комиссаром полиции, потом он же встречается с премьер-министром, потом же Ринат встречается с этим товарищем Чаусом, который контролирует этих спортсменов так называемых. Потом сам Ринат Адельевич танцует, как мы видим, у Фина Плохотнюка на свадьбе его дочери, а этот Фин Плохотнюка, как мы понимаем, Дамир Кум, многоуважаемого, тоже, господина Мараря, который был главой антикоррупционной прокуратуры. Человек Мараря, многоуважаемый Робу сегодня, который был ИО, генпрокурора, является сегодня замом Печи Кокс. Я вам напомню, Печи Кокс, это очень серьезная структура, и он же близок к генеральному прокурору нынешнему, Мунтиану. Надо дать Мунтиану должное, что он старается сегодня не влезать, вот, не влезать и во всякие вот такие вот, как вам сказать, вот в разборке, какие-то противоправные, я имею ввиду, очевидно, противоправные деяния, он старается на тормоза давить, да, тем не менее, ясно было из того, что говорит вот и господин Григорчук, и господин Марашан, что когда произошло избиение, человек попал в реанимацию, вы понимаете, избили его девушку, избили его самого, человек в реанимации лежит, а те, которые избили, на свободе, они еще и приходят, внимание, я обращаю на это внимание, это очень важный момент, они избивают муниципального советника, раньше муниципального советника назывались депутатами городского совета, да, он избивает депутата городского совета, то есть, руководителя территориальной бельской организации партии, самой крупной поисковой партии, вы это понимаете, вот эти люди, которые на это пошли, они что, не понимали, что это политический скандал будет, вот скажите мне, они разве не понимали, они разве не понимали, что партия будет вынуждена, раз, сделать заявление, два, провести митинги, Три – обратиться в прокуратуру. Четыре – обратиться в органы какие-то. Поднять шум. Они, наверное, поднимали, потому что они не идиоты. Я сомневаюсь в том, что они идиоты. Значит, они имели гарантии, что если они это сделают, им ничего не будет. Кто может давать гарантии такого уровня? Кто? Это может давать топ власти. Понимаете? То есть, я имею в виду, что? Да, может, могут и местные политики, да. Может, и Ренат одет. Я не собираюсь сегодня обвинять его, да, не имея доказательств. Он может просто что-то обещать, но гарантии идут от топа. От топа. От власти самой, понимаете? И в этой ситуации меня лично, и как депутата, и как политолога, смутило поведение. Не полиции. Полиция нормально, относительно нормально, да, хотя там тоже вопрос реагировал. Полиция исполняет приказы, они обязаны это делать. И поэтому я и говорю, полиция относительно нормально среагировала. Но вопрос, почему этих людей там пару суток, по-моему, даже не задерживали, да? Это раз. Два. Почему прокуратура сразу же арестовала там, на 8 дней держали Марошана и этого парня, да? Даже не учли, что там он советник, этот титулованный боксер, спортсмен, который, как вам сказать, гордость города Бельг. Даже не стали смотреть. Упаковали, посадили там, несмотря на то, что депутаты пришли, поставить слово, заручиться. Есть же такой механизм. Да, депутатские поручительства, да. Ничего не сработало. Когда я разговаривал с одним, с другим, тоже по Бельгсам чуть походил, мне сказали, Богдан Кайдарович, это из прокуратуры идет заказ и мощнейшее давление. Не сказали, из какой прокуратуры, да? Из генеральной, из печи Кокса там. Ну, про антикоррупционную точно я ничего не слышал, да? Это не их вообще епархия. И в этой ситуации, да, уважаемые, ну что вы творите? Ну, и более того, еще один момент политический, очень важный. Два момента политических здесь еще есть. Мы вошли уже в избирательную кампанию. Кто такой Марошан? Марошан фактически отвечает за муниципи Бельг и имеет там определенное влияние по северу Молдовы. У нас президентский выбор. Мы выдвигаем человека, да? Мы думали, то ли должен был партия в жаль, то ли должен быть додом, то ли мы можем поддержать господина Стоянову. Который тоже известен в определенных кругах и которого очень боятся нынешние власти. Им нужно что? Чтобы север был парализован. Там, где наше ядро электоральное было парализовано. И, соответственно, один из важнейших конкурентов, да, и арговиков на севере это Марошан. И кто там? Я не хочу подумать, что это Ринато Дергович. Он сказал, ребята, если вы его убираете, мы косим, да, электорально партию социалистов на севере. Мы просто их убиваем, да, потому что благодаря Марошан, там два человека, там Марошан, там есть один представитель, госпожа Пилипецкая, да, которые имеют вот авторитет, имеют влияние там на севере, они там отвечают и так далее. Я вам тогда закрываю эту поляну и все будет нормально, Майя Григорьевна побеждает с первого тур. Это первый момент, электоральный. Почему нужно было там убрать Марошана? И второй момент, второй момент, опять же, с нашей точки зрения, он связан в том числе с тем, да, что у господина Марошана, он является там главным оппонентом Усатого. Усатый его главный оппонент, понимаете, и в этой ситуации, как вам сказать, понятно, что все, что не происходит, все, что не происходит, они автоматически подозревают друг друга, но с другой стороны, безусловно, что главный оппонент там многоуважаемый, да, Ринат Адергевич. И вот в этой ситуации, заканчивая, да, ответ на ваш вопрос, хочу сказать следующую мысль, что то, как отреагировала власть, оно вызывает очень серьезные вопросы, понимаете, и чуть ли не подозрение в том, да, что власти была выгодна такая ситуация. Запугать оппозицию перед выборами, понимаете, отключить одного из оппонентов главных, запугать всех остальных, да, и пойти нормально на выбор, вот, с бодро поднятой головой. А кто уже там непосредственно выполнял, вот, то, что произошло с Марошану, да, и с этим боксером Гологодцем, да, это уже, как вам сказать, наверное, вопросы второстепенного плана. Но, но, тем не менее, мы видим определенные косвенные доказательства. Мы видим связку политическую, мы видим связку прокурорскую, мы видим связку полицейскую, мы видим связку, понимаете, определенных людей, которые коннектированы с властью, с властью. И вот это, это и пугает, пугает. На дворе 2024 год, все-таки, не 90-й. Но, видимо, мы вернулись. Да, ну и на руку также одному человеку, если верить господину Григоришину, что он сказал, что Марошан очень мешал кое-кому зарабатывать деньги перед привыборной кампанией за счет бельчан, за счет продажи земель, за счет продажи зданий и так далее. Кроме электорального момента, политический момент, был первоэлекторальный, что его должны были убрать, а второй земля, там тендер, там тендер сейчас на землю и так далее. Он сопротивлялся. И два, пошел слух, что под бельцем, да, есть определенная румынская компания, которой очень хочется взять в концессию или приватизировать местный водоканал, местный апоканал. И Марошан был против, был против. Ну и тут ребята, скажем так, подошли к нему, эти ребята спортсмены и сказали, слушай, ты что совсем потерял, да, ориентацию, ты что творишь? Тут интересы. А ну давай, делай то, что надо. То есть, скорее всего, здесь был и политический, и экономический момент, да, что господин Марошан, он не хотел просто-напросто, он возвращал муниципальную собственность, национальные интересы, давайте скажем так, более понятно, чтобы было гражданам. И вот из-за этого пошли к откому. Послушайте, бельцы, это еще, конечно, тот день. Ну а я думала, что у нас в Гагаузии не скучно, но мне кажется, что в Гагаузии отдыхает. И мы на этом и прервемся на рекламную паузу. Дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами. Итак, мы вернули студию. Я напомню, что в эфире программа «Главное». Сегодня мы с гостями нашего эфира обсуждаем самые резонансные и главные события, произошедшие накануне. Господин Григорчук, ну вот, давайте продолжим все-таки с бельским. Смотрите, я хочу, что я хочу отметить, кроме вот той позиции, которую вы прочитали, на одном из видео Ренат Усатый утверждает, что якобы Гологодс, практически дословно сейчас он будет стирать, ну, понятно, молодой парень, спылил, ударил и так далее, что ложь. Ну, просто ложь. Есть видео в интернете, в телеграм-каналах и так далее. Я представлял в интернете это видео, где видно, что, как оказалось, подсели вот эти буйволы к Марошану и Гологодсу. Это после того, как они избили их коллегу среди бела дня, избили его, его жену и так далее. Они подсели к Марошану и Гологодсу, они оскорбляли, в том числе, Гологодса. Они первые его ударяют. Марошан пытается разнимать драку, они толпой потом забивают Гологодса. Ну, Гологодс, он спортсмен, он успел там одного отправить в нокдаун, хотя их уже толпой были, понятно, что было сложно ему дальше сопротивляться. Но почему-то Ренат утверждает, что Гологодс стал зачинщиком, что ложь. Сила в правде, но мы видим откровенную ложь, к сожалению, в очередной раз. И когда мы, вместо того, чтобы Бельская примария, где люди Рената Усатова находятся сегодня у власти, чтобы сам Усатый, который говорит, что он искренне любит этот город Бельца, город его юности, студенческая и так далее, вместо того, чтобы они осудили нападение на политиков, осудили вот этих беспредельщиков, потому что это не первый раз, когда они нападают, это просто мы узнали из-за того, что вот в этом инциденте оказался Марошан, довольно яркий политик из регионов, и поэтому уже вся страна об этом узнала. Но оказывается, эта группировка уже много времени избивает людей, вымогает деньги, и не просто избивает, а доводит до убийства. Я вам просто зачитаю некоторые сообщения, которые мне присылали после того, как я опубликовал, и мне еще поступает другая информация из разных источников. Один из людей из Бельчан пишет, на них висит убийство парня, забили, приехала скорая в больнице, умер, а они дальше гуляют. Пречь идет об этих беспредельщиках, отморозках, которые напали на Арсения, на Марошана и Гологодца. Есть момент, который тоже все умалчивают, такие вещи систематически происходили в городе каждые выходные. Просто забивали людей в клубах на улице. Три месяца назад были массовые избиения возле одного из клубов, приезжала скорая, забирала людей. Ничего никому не было. То есть мы видим, что есть группировка людей, которая абсолютно безнаказанно орудует, я не знаю, какими они там принципами руководствуются, когда они нападают и на Арсения, и на женщину, и на советников, и на других Бельчан. А местных политиков это не волнует. Их волнует только... Слушайте, не только местных, но и республиканских. Я сейчас не знаю, мне кажется, я выдаю с приведения, есть гарантии, что они на меня не нападут, если они сейчас в свободе не убьют меня. Слушайте, вот здесь 200 метров недалеко от здания, в котором находится студия 21 канала, несколько дней назад убили вот этого преступного авторитета, который, как оказалось, был в розыске. Поэтому я вам не могу, к сожалению, не могу вам дать гарантию, что и не вам, и не Богдану, и не мне, что вот эти беспредельщики или какие-то другие не поступят так же с инакомыслящим, с человеком, который, может, что-то не так говорит по чему-то мнению, да, и что нас там не встретят, не побьют, не забьют, не доведут до реанимации. К сожалению, у нас таких гарантий сегодня нет, потому что нынешняя полиция нам не обеспечивает такие гарантии. И, кстати, одно из последних заявлений нынешнего министра внутренних дел, Ифрос, он, к сожалению, такой какой-то теневой, его мало вообще видит, это то, что у нас в стране нет преступных группировок. Это при том, что Молдова стала уже в центре международного скандала, связанного с Интерполом, который помогает главарям преступных группировок избегать розыска в Интерполе, а у министра Ифроса нет преступных группировок, оказывается. Это в том, что в тех же Бельцах, вот смотрите, что происходит. Ну, у нас взяла тема, я попробую пригласить к нам в гости как минимум, как максимум министра, может быть, как минимум кого-то из МВД, и эти темы очень важны для обсуждения. Да, и задайте ему вопрос, вот ему и задайте вопрос, какие у вас гарантии, что вот на вас никто не нападет после, вот, живя вот в такой ситуации. К сожалению, когда каменогенная ситуация в стране растет. А именно поэтому за Сибирским случаем наблюдала вся страна, и люди спрашивали, в том числе меня, есть гарантии, если вот так поступают с депутатами? Ну, слушайте, в нашей стране беспредельно просто с нарушением всех законов прав и свобод от страны от генерального прокурора. То есть у нас, и это есть решение Европейского суда по правам чека, что у нас нарушаются права генерального прокурора. А как вы думаете, будут ли у нас после этого нарушаться права обычных граждан, если у нас можно нарушить права генерального прокурора? Я думаю, здесь очевидная ситуация. Хорошо, господин Григорьевич, давайте мы вернемся к этому случаю. Вот, значит, если вот без эмоций, да, эмоции в сторону, мы смотрим, какая связь вот у этих людей, которые агрессоры, да, которые нападают на муниципальных советников, на людей, избивают людей. Вы и Рината Усатова. Усатый уверяет, что он этих людей, ну, не знает. Прекрасно знает. Прекрасно знает. Прекрасно знает, конечно. Он знает Николая Чауша, с которым он или в тот, или в предыдущие из дней встречался лично в одном из бельских кафе. Он тогда в бельцах находился. Чауш Николай, который является кумом Жадовяной, который вместе с этими беспредельщиками, особенно с Шуберницким Дмитрием, он же там Брынза, он же и разные другие прозвища имеет, которые оказывали давление на предпринимателей, на каких-то фермеров, из которых вымогали деньги по 20, по 30 тысяч евро и так далее. Поэтому Ленат прекрасно знает. И Григоришин, кстати, их знает. И многие другие прекрасно знают. Просто, если вы так глубоко проводили свое расследование, вот я не могу понять. Тут, с одной стороны, говорят, что Усатый – это человек Плохотнюка, с другой стороны, вы говорите, что он выгуливал собак Карамалака каждое утро. Как понять, в чем логика? Усатый заявляет, что Марошан – это человек Карамалака. Вот как тогда, где эта связь, цепочка? То есть, он чей человек? Плохотнюка или Карамалака? Ну, смотрите, Усатый, несмотря на то, что он сегодня упоминает фамилию Карамалака и так далее, о том, что он знаком с ним, он сам публиковал фотографию. Это на его, вот эта фотография знаменитая, это была на его аккаунте в Фейсбуке опубликована еще лет 10 назад. Он сам неоднократно говорил, что он причастен, что он дружен с этим человеком. Здесь, в Молдове говорил, и в других местах. Ну, если хотите, я сам это слышал лично, и не один, это была такая компания людей. Поэтому, сила в правде, если человек говорит за правду. Возможно, у него случился какой-то конфликт с Карамалаком. Я не знаю, какой там случился конфликт, к сожалению, мне неизвестно. Но сейчас Усатый общается с Домиром, он общается с Жизданом, он решает какие-то вопросы через вот этих ментозавров, которые остались в подчинении. Ну, есть связи, там Жиздан был много времени, был министром внутренних дел при Плохотнюке. Конечно же, у него оставилось много там людей, которые до сих пор ему верны наверняка. И мне известно, что Усатый пытался коррумпировать, в том числе через того же Домира, пытался коррумпировать там украинские какие-то... Кстати, Григоришин об этом говорил. Вот вчера на видео об этом же говорили. Позавчера он выходил в лайф, да. Что Усатый пытался коррумпировать там каких-то СБУшников украинских, чтобы там повлиять на каких-то других своих конкурентов там и так далее. Поэтому, знаете, у нас любят сразу причислять какого-то человека. Он человек того или он человек того. Ну, вот есть такие люди, которые вначале выгуливают чих-то собак, я не видел эту картину, это информация одного из моих источников, которые ранее всегда были достоверными. А потом, вообще, Атутон танцует с голубцами на свадьбе у Домира, который, кстати, вот о деле Горбунцова. Прока румынским органам, черным по белому, вот есть протоколы румынских органов, прока говорит, что заказчиком вот этого попытки покушения Горбунцова был, значит, там этот писатель, Ваня писатель, и он трюкся, который сидит, еще один криминальный авторитет, который сидит в тюрьме там в Сороках или где там. И он, когда с ним встречался, они ездили в какой-то офис у Домира, и он видел, как там Плохотнюк туда заходил и так далее. И сегодня усатый, который говорил, что это дело все фальшивое и так далее, он же на свадьбе у дочери Домира. И он же встречается с Домирами, там дочь то ли в партию ему вступила, активистка, то ли там, я уже не знаю, что там за отношения у них и так далее. Ну, это... Просто я вот... Мне сложно это уместить, потому что я лично понимаю так, что когда человек принципиален, когда у него есть какие-то ценности, есть какой-то кодекс чести, он никогда не то, что не придет на свадьбу, он даже за один стол не сядет с человеком, от которого пострадали твои товарищи, от которого пострадал ты, от которого пострадали твои соратники партии во времена Плохотнюка. Активисты нашей партии действительно страдали. И правда, большинство из них сегодня нет уже в партии у Рината Усатого. Там у него уже другие адвокаты-прилога у него в списках, там очень тоже много интересных персонажей есть у него. А почему нету в партии? Ну, люди, видимо, разочаровались, раз они ушли от Рината Усатого. Я просто помню, когда Ринат Усатый был в розыске в Молдове, он боролся с Плохотнюком, и, в принципе, он был в розыске. Плохотнюк ему говорил, что он человек Карамалака, Усатый. Кажется, в сети даже люди Плохотнюка опубликовали аудиозапись, где Усатый звонит Плохотнюку, говорит, ты же Карамалаку что-то обещал, почему ты это не выполнил. Плюс еще фотографии сам Усатый с Карамалаком публиковал. Сам Плохотнюк. И мне это странно, что... Это не фотошоп чей-то там? Да, он у себя в сети, в фейсбуке это опубликовал в подтверждении. И мне странно, что там буквально через какое-то время... Вы, кстати, господин Сырдя, кричали, что он человек Плохотнюка. То есть, так вы какого мнения придерживаете? Просто, я извиняюсь, секунду. Просто мы должны понимать, что когда мы говорим о некоторых молдавских политиках, там зачастую нет принципиальности. И он сегодня говорит, вот тот же Усатый Белый, я привезу Плохотнюка в багажнике, он в США будет или в Турции, я его сейчас привезу, мы там Моссад создадим, мы там, ну вот в этой его манере пытаюсь воспроизвести его риторику, да? И что в итоге, как он привозит Плохотнюка в багажнике? Танцуя с Дамиром на свадьбе, отдыхая с Жезданом, там стреляя на этих стрельбищах, где они там ходят, и обсуждая свои дела, так привозит Плохотнюка. Так происходит борьба против Плохотнюка. Поэтому очень много молдавских политиков, они беспринципные. Они сегодня говорят одно, и сразу же об этом забывают. Просто они у вас в студии сказали одно, а уже выходя из студии уже об этом забыли. Поэтому ожидать, что а как вот он же говорил так, а теперь как вот он так. А он уже и забыл, что он там год назад, или тем более 10 лет назад говорил. Он уже там с одними поругался, там с плохишами помирился, и все у него теперь хорошо. Что думаете насчет этого всего? Ну, слушайте, во-первых, не я же фотографию выкладывал с Кармалаком. Вы выкладывали его фотографию с Кармалаком у себя в Телеграме. Я собрала просто все данные, собираю, кто что заявлял. Инсайт был не этот раз первый. Я скажу вам другую фотографию с Кармалаком выкладывал господин Усатый. Он же выкладывал видео своего день рождения, где лично Плохотнюк его поздравляет. Это он выкладывал. Рината Георчу Затой. Это не я выложил, он выложил. Понимаете? Более того, он выложил видео на свадьбе с Домиром, дочерью Домиром. Это же не мы выкладывали. Нина. Я не был на свадьбе у дочери Домира, и я не был, еще раз говорю, и Плохотнюк не был на моем день рождения. И я на его день рождения не был. К чему я все это? И не я разговаривал с Радо Адрианом, ближайший советник Плохотнюка, где я его спрашиваю, то есть я имею в виду Рината Георгиевича, где он его спрашивает. Это, кстати, аудио 2019 года. Выборы шли, выборы шли в парламенте. И Ринат спрашивает. Что вам надо? Вам что надо от меня? Что я должен сделать? И его спрашивают. Нам от тебя ничего не надо. Ты предлагай. Говорит, ну что, что конкретно? Вот я хочу пойти в парламент. А нам не интересен ты в парламенте. Нам интересно, чтобы мы, демократы, были в парламенте. Мы хотим, чтобы ты бил Пададона, Панастасу и так далее. Не нам, а Плохотнюку он говорит. Ну да, он сказал, Плохотнюку нужно, чтобы ты бил Пададону и Панастасу. И на второй день так и началось. Господин Ринат Адерыч начал бить по Пададону. Он там начал по этим летчикам, про летчиков рассказывать, что Пададон там как-то замешан, не знаю что. Потом через год, помню, как он с этим кульком носился туда-сюда. И потом слил выбор, поддержал Майю Григорьевну. И до сих пор, кстати, я же до сих пор говорю, Ринат Адерыч, вот допустим, ты прозрел, вот ты понял, что ты совершил ошибку. Почему ты не отзываешь свои голоса, которые ты отдал Май сам? Ты же в случае Дадона так поступил, ты сказал, я в 16-м поддержал Дадона, я жалею об этом, я отзываю все свои голоса. Он так сказал в 19-м, в 20-м году, по-моему. Ну, сделай то же самое сейчас, Ринат Адерыч. Что тебе, кто тебе мешает? Посол? Совесть? Ну, кто тебе мешает? Вот давай политич. Допустим, ты не имеешь, ты не при делах тут с Марошану. К примеру, ну давай вот предположим, ничего нет, ты не при делах, да, тебя просто обвиняют там Марошану, ты его. Ну, ладно, ну, допустим. А вот здесь, Ринат Адерыч, вот кто тебе мешает? Взять, выйти и сказать. Я считаю, что Майя Санду и Пас захватили государство, да? Установили коррумпированный клептократический там какой-то режим, да? Компрадорский режим, допустим. А установили колониальную систему власти. Они грабят схемы. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Вот сама Майя Григорьевна голосовала здесь за миллиард, голосовала за аэропорт. Ну, допустим, скажи так. Он говорит, я больше не буду, это была моя ошибка. Я, тут нет усатого, поэтому я, в принципе, цитирую. Он сейчас что говорит. Он говорит, это была моя ошибка, и больше я никогда не призову, не захватываю. Хорошо, он говорит, но почему он не отзывает свои голоса? Еще раз спрашиваю вас. Выйди, отзови свои голоса. Едва. Я хочу, чтобы он наконец-то сказал. Он в девятнадцатом году, он работал на Майю Санду как? У Майи Санду был образ. Здесь создали образ политехнологии, что она честная. Все коррупционеры, вот Додон кулег туда-сюда, он вор, бандит, Плохотнюк тоже, Филат тоже. А вот она честная, даже если голосовала за миллиарды, за аэропорт, за закрытие школы и так далее. Хорошо. Так Рената Дерзич помогала ей в этом. Он же когда носился с этим кульком, он же что подтверждал? Что Майя Санду честная, а Додон коррупционер. И он, есть же видео, вот это он выкладывал, не я. Где его спрашивают, что вы скажете про Майю Санду? Он говорит, ну ей ищен стит, она честная, она не может воровать. Вот Додон, да, Додон, так всяко. Рената Дерзич, а ты сейчас тоже так же считаешь? А почему вы думаете, что он это делал по чьей-то указке? Ну вот, или Плохотнюка, или кого-то, господи Цырня? Почему мы так думаем? Да потому что мы же видели, мы же видели аудио, мы слышали. Где он спрашивает, какие вы мне даете указания, что я должен сделать? Есть же аудио, Нина. Вот в чем вопрос, аудио на выборах всплывает. Здесь нужно отметить, что есть аудио Рената с Плохотнюками, и конкретно с самим Плохотнюком. Есть, к сожалению, видео Додона с Плохотнюком. Видео одно было перед выборами, понимаете? Когда формировался Альянс, 6 июня, 15 и так далее. Это было, зачем вы с этим спорите? Это был переговорный процесс политический. Я могу сказать только одно, что есть некоторые токсичные личности, которые имеют отношение к разного рода преступлениям, которые подчинили себе институты власти, которые совершили преступления против демократии, ограбили там на колоссальное количество денег молдавский народ, и один из которых является Плохотнюк. Ну, просто настолько токсичный, что смог объединить в свое время и правых, и левых, и восток, и запад, чтобы уже от него избавились. И ошибка тех политиков, которые думали, что если они сейчас пойдут на какое-то общение с Плохотнюком, на какой-то контакт, смогут его переиграть и так далее. В итоге это работает против них. Ну, кто-то об этом уже понял ценой своей карьеры, и этих видео, которые сам же Плохотнюк потом использовал в качестве компромата. Кто-то этого не понял, как усатый, раз он продолжает общаться с финном Плохотнюка Дамиром, ходить к нему на свадьбы и общаться с людьми. Я про Плохотнюка, чтобы ответить до конца, вот связку Рината Дёрдевича. Да, он имел связку с Атальяновым и с Кармалаком, потом поссорился. Кто-то говорит даже, что он там кинул, предал, обманул и так далее. Ну, это, скажем так, не моего уровня, не моего ума дело. Кто кого кинул? Рината Дёрдевич, да, так, по крайней мере, говорят. Кара-молока кино. Да, говорят по кулуарам там и так далее. Я не хочу вдаваться здесь в эти подробности и так далее, потому что они мне неинтересны. С Плохотнюком то же самое. Он же потом работал с Филатом, был советником, он же показывал. Он же не я показывал, он показывал вот эту вот корочку, что он был советником Филата. И которого потом мочил. Потом по заказу Плохотнюка, понятное дело. Потом он прятался в гостинице Плохотнюка, Нобиле, понимаете, от МВД Филата, кстати. Потом он поссорился с Плохотнюком. Потом помирился, потом опять поссорился, потом опять помирился с Плохотнюком. То есть, с моей точки зрения, усатый был одним из сафилитов Плохотнюка. Вот у Плохотнюка он же играл на всем поле. У него были там определенные, ну, к примеру, возьмем там Гимпу, еще там кто-то, Иксел. И Ренат Адердевич был одним из вот этих игроков, да, который занимал определенную позицию на электоральном поле, скажем так, на центре, на левом центре. И который был очень эффективным, как вам сказать, в качестве политического тилера. Он уничтожил Филата, да, он потом бил по Додону, думал, что похоронил, чуть было, да, не закатал, скажем так. Но Додон каким-то вот чудесным образом сохранился в политической системе. Тем не менее, Ренат Адердевич был в такой вот формуле киллера, понимаете. И сейчас, и сейчас вот он вышел снова в Бельцах, его человек, то есть господин Петков, стал мэром. Мы думаем не с помощью одного тоже известного политического деятеля, да, он взял Бельца, но это уже нюансы. И он стал мунсоветником, но не выдержал, опять сбежал, понимаете. Он же в Бельц сколько раз сбежал. Один раз он бросил мандат, второй раз сбросил мандат мэра, и сейчас, по-моему, сбросил мандат муниципального советника. И его задача какая была? Он должен был идти на президентский выбор и уничтожать Додона. Сейчас? Да. Но Додон не баллотируется. Но Додон, понимаете, как вам сказать, сделал опять кульбит, вышел из игры, и в игру сейчас вступил господин Стояногов. Что для Рената Георгиевича является, как вам сказать, не очень приятным оппонентом. Почему? Потому что, ну, господин Стояногов, он правильным прокурором был, старался по закону действовать и так далее. И усатому тяжело будет против Стояногова вот так идти, как он шел против Додона. У меня вот только один, мне будет крайне интересно посмотреть, как поведет себя Рената Георгиевич на этих выборах. Вот против кого он будет выступать в роли киллера, против кого он будет сбрасывать компроматы, против кого он будет больше убить. Он говорит, что он за молдавинизм, за как бы... Нет, так пусть говорит, я ничего против не имею. Мне интересно, кого он будет сейчас, понимаете, топить. Еще один вопрос к вам, господин Стояногов, у господина Стояногов смотрит. Ну, пускай смотрит. Вот вы обвиняете, вы говорите о том, в своем обвинении, да, в вопросе к господину Усатому, вот я вас цитирую, запрет Марошану на въезд в Румынию тоже был с подачей Усатого. Это не я обвиняю, это обвиняет Марошан. Это Марошан сказал, что господин Усатый, потому что я не могу владеть такой информацией. Я использую только информацию из открытых источников, понимаете. Это заявил господин Марошану. Почему? Потому что он убежден, что у господина Усатого очень тесные связи в Румынии и с румынскими спецслужбами. Через его сестру, которая замужем за главного дилера БМВ в Румынии и основного спонсора президента Румынии Клауса Юханеса. Отсюда вот есть эти сильные связки господина Усатого, который разорвал свои связи, скажем так, с российскими определенными структурами и заключил новые связи с румынскими определенными структурами. По крайней мере, так говорят в политических ворах. Поэтому господин Марошану я обвинил именно Усатого, что-то Усатый заказал. Просто чтобы, ну как вам сказать, вот мелочь, но приятно, попортил человеку жизнь. Ну как вам сказать, настроение испортил, не дал ему там проблем какую-то создал. Вот мелочь, но приятно. Вот они на таком уровне действуют. Что делать? Что делать, когда у нас, видите, вот, заканчивать, хочу закончить просто эту мысль, когда у нас оппозиция, да, вот вместо того, чтобы как-то консолидироваться, да, вот, закончить свою мысль на этом, как-то консолидироваться, да, и противостоять вот этой власти, которая установила вот эту систему, да, и диктатуры, и грабежа населения, и колониального управления, они подыгрывают власти, да, против своих же оппонентов. И обвиняют своих оппонентов, не пойми в чем. Хотя вроде бы вместе когда-то протестовали. Я помню, и такое время было, когда мы вместе с Настасом, с Урсатом, как-то удалось нам на короткое время объединиться. И даже в 2016 году чуть была тогда система, ну как бы вам сказать, чуть-чуть на грани было, чтобы все рухнуло. По крайней мере, такое было впечатление. Такое было впечатление. Ну а потом уже опять появились все эти игры, подковерные договоренности. И пришли к тому, что сегодня мы имеем режим, который с моей точки зрения даже превзошел по беспределу и цинизму, превзошел Плохотнюка. Почему? Потому что Плохотнюк на поверхности соблюдал Конституцию. Ну я имею в виду, имитировал конкурсы какие-то, имитировал тендеры. Это там, в подземелье, да, шли ребята-спортсмены, избивали мэров, там, запугивали, отнимали бизнес. Ну это мало кто знал, да. А здесь уже открыто. Ну вы же посмотрите, что это вы видите. Просто открыто, никто ничего не имитирует. Не понравился конкурс, они отменили его. Взяли конкурс, провели по приветингу, понимаете. Назначили в ЧСМ, в высший совет магистратуры, человека с уголовным делом. И он прошел конкурс по приветингу. Вы себе представляете такое? Вот что он прошел. Назначает дент прокурора, который считает деньги на камеру. Арестовывает стою ногу, непонятно за что. И назначает другого генерального прокурора, то есть исполняющего обязанности, да. Который считает деньги на камеру, говорит, да это нормально, он честный. Ну так и нынешнего, кого они назначили, это прокурор-миллионер с квартирами в Большеве, с консервным заводом. Там действительно, там уже показывали, в Румынии у него там есть заводы, и дома, и все. Все нормально. Я вам подтверждаю, я хожу в спортзал с бывшим депутатом Плохотнюка от фракции Плохотнюка. Ну не с ним хожу в спортзал, а мы ходим в один спортзал, и он мне рассказывал буквально недавно о том, что ты не представляешь, как нас Плохотнюк всех гонял, чтобы венецианская, как нужно было шлифовать и пудрить все законы, чтобы венецианская комиссия дала добро. И он говорит, и сейчас я смотрю, что они творят, то есть какие законопроекты принимаются. Да там все на сырбу работал. Там даже не смотрят в эту сторону. Господин Игорь Григорьевич, что вы хотели, что-то добавить? Ну знаете, я хотел, прежде всего, добавить, конечно, там, как поступать политикам, каждый пусть решает сам. Сейчас будет предвыборная кампания, многие из них будут баллотироваться и будут рассказывать, наверняка и дебаты будут в том числе на 21-м канале. Но для меня остался непонятный вопрос, о каком едином кандидате говорили многие наши политики, когда они говорили, что им мешает Дадон, чтобы появился единый кандидат, потому что он не снимает свою кандидатуру, что он помешает вот этой всей идее и так далее. Дадон в итоге сам снял свою кандидатуру в пользу Стояногла. Насколько будет он хорошим кандидатом, политиком и так далее, это уже покажет время, это будет решать избиратель и так далее. Но в итоге наши политики, не только усатые, вообще все политики, которые до этого говорили, что хорошие говорили про Стояногла и вообще за идею, хорошо встречали идею об едином кандидате, они вдруг замолчали. Просто замолчали, их вообще нет. Ну как замолчали, на-то верну. Ну уже спустя несколько дней, спустя несколько дней начали работать. А то он сказал, а я не слышала усатый. Нет, он вышел буквально в один день с моей Санду. Санду сказала, что это человек Кремля и бандитов, и олигархов, Стояногла. И вор. И вор. Что Стояногла, это человек Кремля. Стояногла, по-моему, ни разу в России не было, если я не ошибаюсь. По крайней мере, так я где-то слышал. В отличие от Антоя, к примеру, который цветы возлагал. В отличие от Нику Попеску, ее министра, который оканчивал МГУ, заканчивал. В отличие от ее депутатов и так далее. Так что сказал усатый? Усатый заявил, что господин Стояногла, это не политический кандидат, который попал в капкан Игоря Дадона. И, соответственно, вывод какой. Что он уже стал ненезависимым, он будет выполнять Игоря Дадона. Но, знаете, я, конечно, не... Ну, если политики говорят о том, что необходим единый кандидат, если они действительно искренне в том, что они должны снести власть, им действительно нужно объединяться. Это просто политтехнологически правильно было бы. Они так не хотят по разным причинам. У кого-то молдавская рынза наша, кто-то видит себя великим. Никику, Никику, а Нагочевский сказал, у нас есть свой кандидат, какие проблемы, зачем вы нам навязываете своего? Кто не навязывает? Любой политик имеет право выступать, баллотироваться на выборах, в том числе и господин Кику, и партия, кого они там назначат. Просто зачем они до этого говорили, что необходим единый кандидат? Соглашались с этой позицией. И ходили, кстати, даже на предыбор. Но я хочу, в то же время я хочу отметить, что представление кандидата, на мой взгляд, было все-таки, имею в виду Стоиногла, было не совсем корректно. Можно было сделать, чтобы Стоиногла все-таки сам выступил, а потом уже Додон его там поддержал. Вот, кстати, как Сергей Банарев, на мой взгляд, очень хорошо высказался по этому поводу. Это не отменяет самой идеи, но, в принципе, это дало некорректное, с моей точки зрения представление, дало возможности для других политиков пытаться дискредитировать эту идею, пытаться искать какие-то пути для того, чтобы не поддерживать Стоиногла. Хотя до этого они говорили... Ну, единого кандидата не будет. Мы об этом говорили с самого начала. Вот Павел правильно сказал, что когда были эти встречи, все там держали нож за пазуху в том плане, что вот Додон, у него второй рейтинг в стране, и вот он не позволяет, из-за него не могут найти единого кандидата, потому что, знаешь, как говорят, под Баобабом трава не растет. Вот если отодвинется Додон, тогда все остальные смогут. И влах, и кикут, и тарг, и так далее. Они смогут вырасти, подняться. Да, и как бы Додон мешает. Ну, хорошо, вот Додон сделал шаг назад. Это первый момент. Они не сделали шаг назад, понимаете? То есть не хотели поддержать Стояногова. Даже, даже, когда шли эти переговоры. Они же идут с февраля где-то полгода. Они встречались неоднократно. И у Марарь, и, наверное, в других местах. И речь шла в том числе и о Стояногово. И что мы потом увидели? А потом мы увидели, да, что господин Кику заявил о том, что он выдвигает свою кандидатуру. Господин Усатый открыто заявил. Господин Воронин не отказывался от того, что он не отрицал, что он пойдет на выборы. Ирина Вуах тоже самая. Все понимают, что она пойдет или хочет пойти на выборы. И так далее. И в этой ситуации что сделал Игорь Николаевич? Он вышел и сказал, ребята, вы же хотели, чтобы я сделал шаг назад, чтобы я отошел. Вот я делаю этот шаг назад. И выдвигаю, и предлагаю, да, то есть я поддерживаю. Правильнее будет кандидатуру господина Стоянова, как независимого. Проблема ведь, знаете, в чем? Проблема тут их техническая еще. Вот независимый кандидат, у него нет партии, у него нет электорального фонда, у него нет денег, у него нет СМИ, у него нет людей. Начнем с первого шага. А как собирать 15 тысяч? Вы думаете, это так просто? Сегодня собрать 15 тысяч подписей во всех районах? Ну, любой кандидат и партийный кандидат тоже должен собирать подписи, что все кандидаты должны. Но у партийного есть партия, понимаете, у партийного есть структура и так далее, а у Стоянова ничего нет. А именно регистрировал учет в банке, это понятно. Нина, я тебе скажу так, поэтому технически нужно было договориться с двум-трем партиям хотя бы, чтобы они соглашались. Послушайте, я вам хочу сказать так, что я... И на создание фонда электорального, и на СМИ совместно, и на администраторах и так далее. Я еще месяц назад говорила, я общаюсь вот тут в студии, приходят все политики, и я говорила, пусть хотя бы там любого сейчас, кого бы, выдвинул бы Дадон, не выдвинул бы Дадон, и в каком бы формате этого не было, на единого кандидата никто сегодня не согласится из-за оппозиции. И сегодня такая ситуация, когда я общаюсь с оппозицией и спрашиваю их, ребята, сегодня ящик Пандоры находится за рубежом, на избирательных участках. Есть у вас общие наблюдатели. Вот наблюдатели будут там, которые будут наблюдать за тем процессом, чтобы не было потом разговоров, что голосовали за полминуты, три человека за минуту и так далее. Дай бог, чтобы сегодня оппозиции удалось договориться хотя бы по международным участкам, чтобы они их совместно контролировали. Дай бог. Я человек не партийный, но я с вами полностью согласен, потому что для любого нормального демократического процесса необходима сильная оппозиция. К сожалению, в нашей стране оппозиция разобщена, она слаба, и это, к сожалению, и позволяет любым властям, в данном случае партии ПАС, закрывать глаза на нормы права, на нормы свободы, закрывать глаза на демократию. Очень часто мы, к сожалению, это видим. Но видим это, потому что общество слабое, в том числе гражданское общество слабое, потому что в гражданском секторе практически нет людей, которые бы объективно называли вещи своими именами. Я не говорю, что гражданское общество всегда должно быть в оппозиции, но какие-то вещи нужно объективно просто замечать, а не делать вид, что этого нет. И оппозиция у нас слабая. Кстати, как пример, действительно, наблюдатели на участках, которые будут организованы за рубежом, тем более, что ЦИК сказал, что их будет еще на 50 или 60 участков больше. Так я месяц сказала одному политику оппозиционному. Почти 200. Вы предложите на этих встречах хотя бы, понятно, я уже вижу, что вы по кандидату не договорились, вот этот момент вы предложите. Ну, вообще, смотрите, я считаю, что оппозиция должна объединяться по вопросам правозащитной линии, потому что когда у нас в стране уже пачками закрывают телеканалы, сайты, может быть, там и не все хорошо они освещали и так далее, но когда это делается вот таким образом, совершенно незаконным, это уже переходит в сеть границы. Все молчат. Когда снимают кандидатов просто, опять же, нам могут не нравиться те или иные партии или кандидаты, их мировоззрение, их прошлое там и так далее, но когда их просто снимают бесцеремонным образом, ну, даже Плохотнюк себе такого не позволял. Мы наступаем на демократию, мы оставляем себе меньше маневров для того, чтобы мы просто жили в нормальном цивилизованном государстве. И оппозиция, конечно же, должна объединяться по вопросу СМИ, по вопросу гражданского контроля, по вопросу наблюдения за выборами, по вопросу того, чтобы не было таких инцидентов, как в Бельцах, чтобы люди объединялись, потому что сегодня напали на Марошана, завтра нападут, не знаю, на Григорячука, на Цирдию и так далее. И это правильно. Вообще, солидарность и консолидация по каким-то общим темам, это было бы правильно. Но, к сожалению, в нашей стране нет таких политических лидеров, которые могли бы объединять общество. В нашей стране лидеры разъединяют общество по вектору, по каким-то там идеям, по каким-то интересам, преследуя свои личные интересы. Чаще всего это происходит. Ну, я вам хочу сказать, господин Григорячук, опять же, мы возвращаемся к тому, как у нас работает система. Вот я не хотела это рекламировать, но там месяц назад я запустила свой пресс-клуб. Вот вчера было второе заседание, был и господин Цирдя, да. И что вы думаете? Я этот пресс-клуб, я бегаю, умоляю своих информационных партнеров, чтобы кто-то дал камеру, чтобы кто-то дал монтажера. Сижу я уже и ослепла от того, что сижу, цитирую, стараюсь спросить своих, чтобы как-то поддержали информационно меня. И что вы думаете к моим гостям? Приходят сотрудники СИБА, которые спрашивают, а что это за проект, а кто его финансирует и так далее. То есть мы на голой инициативе стараемся что-то сделать, стараемся что-то объединить, создать какие-то дискуссионные площадки, но мы видим уже, что со стороны власти есть какие-то подозрения, что мы какая-то, мы на Москово, еще чей-то проект и так далее. Как работать вот в таких условиях? Вот для того, чтобы... Как быть в таких условиях? Мы на какие-то мирные гражданские инициативы и общество и должно объединяться. Да, должно выходить, должно бороться, потому что сегодня у нас правоохранительная система, она вот следит за рейсами Ереван-Кишинев, следит за вот такими инициативами объединения людей, вот как ваш проект, но при этом не замечает, как у нас наркобароны, которые осуждены в других странах, которые уже находятся в розыске, спокойно себе находятся на свободе в Молдове, избегают арестов, избегают международных розысков, избегают... Ну вот не удалось избежать убийства. Киллеры бегают по улицам, стреляют по утрам в кого-то. А вот СИП почему-то этого не знал, не заметил об этом. Зато ваш пресс-клуб, они... Господа Андреевские, которые всегда им предоставляли тут студию, они имели право высказаться и так далее, говорят, что я открыла чей-то политический клуб, какой-то партии и так далее. Кстати, новые друзья Усатого. Раньше Андреевские при Плохотнюке критиковали Усатого, но они вообще много на кого работали, вся эта семья. А сейчас вот Усатый к Андреевским прям зачастил. Каким выводом мы, друзья, сегодня приходим? Потому что мы уже затянули наш эфир. Давайте мы уже придем к каким-то выводам. Давайте вы, господин Церния, начнете... Вы выводы понимаете, что возвращаемся в какой-то неофеодализм. Это даже не какой-то дикий капитализм, а какой-то неофеодализм с кумовьями, с батраками, с боярами, которые имеют холопов и рассматривают народ как холопов. Они не видят вокруг себя граждан равноправных, они видят население, как выразился Нан Той, кстати, буквально позавчера. Говорит, а вы, кто не с нами, вы население. То есть вы быдло. Мог бы уже прямо сказать, унтерменше, то есть нелюди. Но он это еще скажет. И более того, отношения, вы же видите, и у Майя Санду, и у самой власти, они разделили общество очень четко. Вот есть хорошие люди, есть нехорошие люди. Есть цивилизованные граждане, есть нецивилизованные, в том числе и страны. И вот те граждане, которые смотрят на нецивилизованные страны, типа Россию, типа Китай, типа даже Турцию для них, типа БРИКС как организации, это являются агентами Кремля, это являются гибридной угрозой и так далее. И вот на этом разделении общества Майя Санду строит свою власть. На этом страхе, который она посеяла везде. И среди элит, кстати, и среди политических лидеров, и среди населения. И вот этот страх ей помогает, как вам сказать, удерживаться у власти, проводить свои схемы, разделять и дальше людей. И этот страх позволяет ей укреплять и узурпировать эту власть. И, к сожалению, я говорю об этом, меня даже удивляют иногда наши проевропейские партии, к сожалению, это с открытого позволения, разрешения и одобрения европейских комиссаров, европейских послов. Вы посмотрите, европейский посол в Молдове, он же всегда хвалит Майя Санду. Закрыло 13 людей, молодец, говорит. Они же пропагандой занимаются. Арестовала демпрокурора, говорит, вообще отлично. Арестовали президента, супер. Они же хвалят все. Они же это все хвалят, Нина. Вот что меня пугает. Я когда вижу вот наши проевропейские партии, мы должны продолжать интеграцию. Среди правых партий только господин Кику позволяет себе обращаться к европейским послам и заявлять, уважаемые, что творится в Молдове, что вы здесь создали. Ведь это и их рок-дело тоже. Если они сейчас построили у нас вот это, как вам сказать, авторитарное государство, вот эту полуфашистскую диктатуру, что будет дальше? Неужели на этом дальше будет лучше? А я очень сильно сомневаюсь. Я очень сильно сомневаюсь, что дальше будет лучше. Какой выход? Выход один. Выход надо, как вам сказать, объединяться. Действительно, на оппозиции. И самое главное, я всегда говорю этот простой рецепт. Надо сейчас на выборах идти, голосовать против Санду. Мне уже, честно, иногда плевать, кто будет. Вот против Санду, против ПАС, да, и против референдума. Вот эта тройная цепочка, да, которая будет в голове у людей, она, по крайней мере, на этом этапе может хотя бы частично решить то, что мы имеем сегодня. Вот весь этот мрак, который мы попали. Господин Сергей, вот против, вы говорите, объединяться. Вот оппозиция сегодня все-таки готова объединиться. Потому что даже по вопросу с референдумом, я вам скажу, я убеждена за то, что референдум нужно бойкотировать, что не нужно брать этот второй бюллетень. Но сегодня я вижу, как мнения оппозиции расходятся. Например, да, вот даже ваши коллеги говорят, что референдум нужно бойкотировать. Но я сегодня вижу, что как минимум пять политических партий объединились за то, что нужно брать второй бюллетень и голосовать против. И теперь уже я сомневаюсь, насколько целесообразно тогда этот референдум бойкотировать, если власть и оппозиция практически едины во мнении, что власть говорит, что нужно идти голосовать за, часть большей оппозиции говорит, что нужно брать бюллетень и голосовать против. И, в принципе, идея бойкота тогда получается в меньшинстве. Вот оппозиция хотя бы по каким-то моментам сегодня, как вы считаете, она способна будет объединиться и выработать единое мнение? Знаете, референдум уже очевиден для всех, кто анализирует, что он пройдет. Почему? Потому что у позиции нет единой позиции, скажем так. Бойкот бы тоже сработал, если бы все оппозиционные партии призвали бы к бойкоту. Тогда, да, референдум провалился. А так, часть оппозиционных партий призывают голосовать против. Часть призывают к бойкоту. В результате референдум состоится, и Майя Григорьевна победит на нем убедительно. Но для нас самое страшное даже не это, а самое страшное, что она... На референдуме победит. Да, да, конечно. Скорее всего, да. Да, но она может победить на референдуме, а победит на выборах. Может такое быть? Может. И такое, в принципе, может быть. Избиратели проголосуют за европейские векторы, ну, или как там формулировка. Изменение Конституции для... Да, проголосуют за другого кандидата в качестве президента. В принципе, и... Но это менее вероятно. Менее вероятно, понимаете, почему? Потому что, ну, допустим, вот пойдет Стояногу, да? Партия призывает к бойкоту Стояногу при этом за европейскую интеграцию, да? Я просто не знаю, какова у него будет позиция. А какая у нас власть была против европейской интеграции с 2005 года? У нас была какая-то власть, которая была против европейской интеграции? Ну, в принципе, да. Просто какое имеет отношение референдум к евроинтеграции? А никакого отношения нет. Вообще никакого. Он имеет отношение ко второму мандату на ИСАН. И же нет, чем идти, вот она и пришла... Это чистая политтехнология для того, чтобы мобилизовать как-то свой электорат. Для того, чтобы... Тем более, этот референдум, какой бы ни был результат, мы в Европейский Союз не вступим. У нас еще переговоры таковые не начались. То есть должны пройти переговоры. По результатам мы должны... Общество уже будет иметь право высказаться, согласны ли они на этих условиях вступать в Европейский Союз, не согласны. Когда эти переговоры закончатся, сколько они будут дляться, какие будут условия, это все очень распорчато. То есть кто-то называет цифру 20-30, но большинство считает, что эта цифра тоже такая же манипулятивная для того, чтобы помочь правящей проевропейской власти, нежели мы реально в 30-м году будем в Европейском Союзе. Гораздо люди, которые... У нас киллеры ходят по улице, продажные суды как были, так и остались, а мы завтра будем в Европейском Союзе. Ну это мечта такая. Штепан Блигар, его сложно назвать евроскептиком. Он буквально два дня назад говорит в студии у Голи, я был недавно в Брюсселе. В Брюсселе крайне негативно смотрят на эту инициативу, потому что ничего общего с евроинтеграцией эта инициатива не имеет. И что? Нина, вот я говорю, смотрят негативно, и что? Я не видел даже окрика из Брюсселя. Я не видел, чтобы один чиновник там высказал свою критическую позицию, официально и публично. Я хочу увидеть ее. Это раз. И два. Кроме этой официальной позиции, к примеру, Венецианская комиссия, вот она иногда имеет действительно какие-то критические позиции. Хорошо. И дальше что? Голосование по почте они, да, отбесли. Все проходит. Все проходит. Вы понимаете? Вот несмотря на позицию Венецианской комиссии, любая инициатива, они извинили 9 раз законно-прокуратуру. Ну о чем мы? О законно-прокуратуре. О чем мы говорим? Все проходит. Нет никакой критической позиции. А если она есть, то она звучит в кулуарах. Ее не озвучивают. И никаких санкций нет со стороны Европейского Союза. Никаких форм наказаний тоже нет. Никаких, понимаете, ну к примеру, да, заморозили какой-то транш, заморозили какой-то кредит, заморозили какой-то денежный трансфер, какой-то проект или какой-то визит какого-то еврочиновника. Ничего этого нет. И не будет. И не будет. Потому что я не думаю, что ПАС все это делает только своей головой. Вот они такие, как вам сказать, неадекватные, да, пришли какие-то кретины, неадекватные. Есть хороший Европейский Союз, еще более хорошие европейские чиновники. А вот есть плохой ПАС, да, и вот он нарушает закон, вот он ворует, вот он грабит, вот он не продвигает европейскую повестку. Но тем не менее, он получает и дальше кредит от Евросоюза, получает грант от Евросоюза. Приходят все чиновники Европейского Союза, начиная от президентов, да, заканчивая там председателями Еврокомиссии. Награждают Майю Санду. Я уже насчитал больше наград у него, чем у Брежнева. У Брежнева когда-то была за что? Премия за демократию. Понимаете, да, за демократию премии там по 30 тысяч евро, еще за что-то и так далее. Если можно, Лина, в качестве своей реплики, в качестве выводов. Знаете, мне кажется, что нынешний политический класс, он очень провинциален, и он не готов для, он еще не созрел для каких-то таких серьезных перемен. Потому что вот это обсуждение референдума, честно, оно мне уже набило оскомину. Это, ну, понятно уже всем, что это политтехнологический трюк власти, кандидата власти, чтобы набрать как можно больше голосов в первом туре, во втором туре использовать, что все, кто за Европу, за нее и так далее. Но при этом у нас практически никто из политиков не говорит, а вообще, что такое евроинтеграция. Вот Швейцария не входит в Европейский Союз, но при этом ни у кого не повернется язык сказать, что это не европейская страна. Британия вообще вышла из Европейского Союза и тоже прекрасно себя живет. И так далее. То есть и мы вместо того, чтобы, я имею в виду общество, в том числе оппозиция, вместо того, чтобы формировать свою повестку, касаемо того, что у нас там детская смертность высокая, что у нас качество медицины, к сожалению, не то, что не европейское, но уже даже там, не знаю, 20-30-х годов, наверное, уже, к сожалению, особенно в районах то, что происходит. А то, что у нас падает, к сожалению, образование, у нас новые учителя, которые в Крянгах выпускаются, к сожалению, это уже много лет происходит, это те, кто сдали бак на 5-6, и они туда идут учиться, потому что бесплатно. Не все, но очень многие. И у нас качество образования падает. У нас очень много проблем в социалке, у нас старики просто повально нищие. Вместо того, чтобы говорить об этих реальных проблемах, все обсуждают вот эту спущенную от власти идею с референдумом, бойкотировать, не бойкотировать, взять бюллетень, не взять, да вообще какая разница, какие будут там результаты по этому референдуму. Ну, будет вписано в Конституцию европейской интеграции. Да что у нас только в эту Конституцию уже не вписали, и что у нас Конституционный суд потом как только не менял эту Конституцию. Что-то это поменялось на наше качество жизни, на наш уровень жизни, на то, чтобы у нас люди больше жили дольше, чтобы у нас меньше людей погибало от разных там болезней, которые уже давно во многих странах просто забыли. Там туберкулез уже забыли про такую болезнь во многих цивилизованных странах. А у нас в Молдове он просто уже характер пандемийского вызовет. Об этом должны говорить политики. Но, к сожалению, политический класс занят тем, что думает, а вот смотрите, что скажут послы, а вот посмотрите, послы не обращают внимания на это. А вот им всегда нужен какой-то белый господин, чтобы обратил внимание на их проблему, а сами они почему-то не способны сформировать повестку. Поэтому мы имеем беспредел в стране, поэтому мы имеем отсутствие контроля над правоохранительной системой, потому что там царит коррупция, а коррупционеры в правоохранительной системе не готовы выполнить любой указ, любой власти. Плохотнюка, Воронина, Додона, Санду, неважно. Сегодня ходят к вам на пресс-клуб, там задают вопросы сибовцы, завтра придут к другим, до этого ходили к третьим, потому что они не служат стране, они не служат закону, не служат вот кто сегодня у власти, кто там контролирует СИП, президент, парламент и так далее. А общество и политики, в том числе и оппозиция, почему-то не задаются такими вопросами. И власть, к сожалению, также не соответствует нашим интересам. Вот это очень хорошая проблема. Да. Спасибо вам большое. Если нечего добавить, тогда мы завершаем наш сегодняшний эфир. Дорогие друзья, я напомню, что в эфире была программа «Главная». Сегодня у нас в гостях были правозащитник Павел Григорчук, а также политолог, депутат Молдавского парламента Богдан Цирдия. Я желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь вместе с ТВС-21. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова